Здравствуйте ребята, меня зовут Аханжа Хаслах, я из Эдлайд Академии. Сегодня мы будем решать задачи на тему фазовые переходы и теплота. Теперь нам дана такая задача, вы можете на паузу поставить и сами порешать, какое количество теплоты пойдет на нагреваемой воды от 15 градусов до 25, бассейн длина которого 100 метров, ширина 6 метров и глубина 2 метра. Формула у нас МС, Дельта, Т. Мы уделиный паузу ставим, знаем. Теперь массу нам надо найти с помощью формулы. То есть умноженный объем, где объем у нас равен А умноженный на В, умноженный на Аш, потому что это параллель пипит. Потом вставляем формулу Ром, А, Ш, К, С, Т, Два, Н, С, Т, А, Дин, Которая равна Плотность воды 1000, умноженный на 100, умножаем на 2, 6, 4200. И разница температурой 10, где у нас теплота 5, 0,4 умноженный на 10, в десятой степени човоли. Теперь паровой молот Масей 10 тонн падает с высоты 2,5 метра на железную болванку Масей 200 килограмм. Сколько раз он должен упасть, чтобы температура болванки поднялась на температуру 40 градусов. На нагревание болванки идет 60% энергии, выделенных при ударах. Теперь Энергия, которая выделяется при ударе, это в одном ударе МХ. У него только 60% идет, чтобы нагревать, конечно, нам надо найти N, сколько раз, чтобы нагревать болванку МС Хелеза Дельта Т. Отсюда формула равна деленная на МГХ. Это Вставляем Числение значения 200 Можно 40 Делим на 10 тонн, это 10 тысяч килограмм Гравитация 10 Аж 2,5 Процент Мы пишем так 0,6 Процент 0,6 Это 60 Процент И Ответ будет 24 И 5 Значит 25 Раза надо упасть Чтобы Поднять на температуру 40 градусов. Теперь С какой минимальной скоростью влетает метеорит в атмосферу Земли, если при этом он нагревается, плавится и превращается в жидкость? Метеоритное вещество создает из железа, начальная температура 3 градуса, температура управления железа 1538, Удельное тепло метеорит железа 450, тепло топлавления 82 000 джюль на килограмм, предполагается, что в тепло превращается только в 80% механической энергии. Хорошо, у нас механическая энергия будет киническая энергия, и только 80% равна Сперва Она нагревается С температурой 3 градуса 1538 И плавится Теперь мы можем сократить все массы И Формула скорости равна Численное значение которого Пишем 1535 Разница И 82 кило Это 82 000 И на 0.8 80% И у нас скорость получается 1390 метров в секунду Последняя задача Нам дан лед при температуре 5 градусов и масса 50 грамм. Если льду Сообщается теплота 50 кило Джоулев Конечная температура льда равна чему И во что она превращается Теперь давайте Сперва лед лед достигает до температуры 0 градусов температура плавления льда Конечно Массу надо превращать в килограмм И лед 1100 нужно на 50 которая равна 5250 чулев Конечно у нас 500 тысяч поэтому дальше идем теперь лед превышается на воду 0.05 умножаем на 330 умножаем тысяч 16 500 теперь она вода достигнет температуру кипения 100 градусов минус 0 минус 0.05 килограмм 4200 можно ему 100 до 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 Скажем еще остается Попустим, что вода полностью превышается 0.05 умножить 2 млн. 260 тыс. Строй 13 тыс. Еще много энергии осталось. Сколько осталось? Строй 13 тыс. 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 Продолжение следует...